Параграф 4. Разнообразие живой природы. Царство живых организмов. В школьном курсе биологии чаще всего используется классификация, в которой выделяют четыре царства – бактерии, грибы, растения и животные. Отличия живого и неживого. На первый взгляд, отличить живое от неживого просто, но это не совсем так. Живые организмы состоят из тех же химических элементов, что и объекты неживой природы. Некоторые объекты неживой природы, например, кристаллы поваренной соли, могут расти. В то же время есть живые организмы, которые могут длительное время находиться в состоянии покоя, например, семена растений. В этот период проявления их жизнедеятельности незаметны, что делает их похожими на неживые объекты. Что же объединяет все живое и отличает его от неживой природы? Каждый живой организм состоит из клеток, исключение составляют вирусы. Тела неживой природы, за исключением отмерших организмов, клеточного строения не имеют. Есть организмы, состоящие из одной клетки, например, бактерии, одноклеточные животные, некоторые водоросли и грибы. Другие образованы большим количеством клеток, например, цветковые растения, многоклеточные животные. Все живые организмы сходны по химическому составу, то есть состоят из одних и тех же химических соединений. Всем организмам для жизни необходимо поступление энергии извне. Главным источником энергии для всех обитателей нашей планеты является Солнце. Энергию Солнца способны улавливать зеленые растения. Они преобразуют поглощенную энергию солнечных лучей в химическую энергию созданных ими органических веществ. Зеленые растения можно сравнить с естественными химическими лабораториями. Поедая зеленые растения, другие организмы получают необходимые им вещества и энергию. Питание и дыхание являются характерной особенностью всех живых организмов, поскольку обеспечивают их необходимыми веществами и энергией. В свою очередь, организмы выделяют в окружающую их среду продукты своей жизнедеятельности. Таким образом, необходимое условие существования живых организмов – обмен веществ с окружающей средой. Живые организмы способны воспринимать воздействие окружающей среды и определенным образом на них реагировать. Это явление называют раздражимостью. Для всех живых организмов характерны рост и развитие, то есть в процессе жизни организмы увеличивают свои размеры и массу. Способность воспроизводить себе подобных – важнейшее свойство живых организмов. Это явление называют размножением. Совокупность всех этих свойств характерна только для живых организмов.